Очистить территорию от незаконной рекламы. Такую задачу поставил глава города перед руководителями советского района. Объезжая улицы, Олег Фурсов отметил, расклеенных объявлений хоть и стало меньше, но остановки, столбы и фасады домов все еще грязные. Избавление от рекламы касается и баннерных щитов. Теперь ответственность за их легализацию или уничтожение лежит на местных властях. Также на особом контроле должен быть порядок во дворах. Регулярно нужно проверять, есть ли повальные деревья, некрашенные заборы, неухоженные площадки. В этом глава города полагается на помощь управляющих микрорайонами. У управляющих микрорайонами должны быть дефектные ведомости, посмотреть, что сделано, что не сделано, и эти ведомости разбить на микрорайоны и раздать их управляющим. Они будут дополнены еще теми замечаниями, которые увидят сами руководители микрорайонов, и с периодичностью определенной вы должны отмечать, что у вас меняется. Тогда у вас будет понятна динамика вашей работы, и, я думаю, отдача вашей, результативность, она будет гораздо выше. Важно привести в порядок и территорию образовательных учреждений, там, где необходимо снести гаражи, а также отремонтировать подъезды к школам и детсадам. Подъезды к образовательным учреждениям, ревизию проведите, посмотрите вместе с образованием. Вот посчитайте, у вас есть собственный бюджет, подъезды будут сделать к образовательным учреждениям. И парковка у школы на улице Красных Коммунаров. Олег Фурсов напомнил о приближающемся чемпионате мира. Фасады домов на улице Аврора должны быть отремонтированы к приезду гостей Мундиаля. Также глава города порекомендовал выбрать центральную улицу района, которая будет любимым местом для прогулок. Мини-Арбат недалеко от дома станет яркой точкой культуры и отдыха. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.